Привет, сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс, и на этом канале мы пьем очень много кофе. А еще мы очень много сплетничаем. Курбан Амаров пришел и дал свое интервью. Первый вопрос сразу сходу в лоб. Пожалуйста, объясни за деньги. Все говорят, ты живешь за счет Ксении Бородино. И он добавляет, ну давай уже спрашивай в лоб, что я Альфон. Этот интервьюер, конечно, счастливо улыбается, потому что не она сказала, а сказал он это сам. И он начинает нести абсолютнейшую чушь. Во-первых, по логике Курбана, если мужчина утверждает, что он Альфонс, значит мужчины хотят жить так, как он. Нет, Курбан, смотри, вот как я вижу эту всю ситуацию. Во-первых, в моих глазах мужчины-дагестанцы это гипертрофированная мужественность. Это мужественность на показ, мужественность там, где, возможно, она и не нужна, но это у людей в крови. Тех дагестанцев, которых лично я знаю, и я знаю, как людей, которые тащат свои большие семьи, которые трудятся сутками напролет. Потому что у дагестанцев в крови работать, и мужик никогда не сядет на шею своей женщине. Потому что это претит всем нормам, которые дагестанцы впитывают с молоком матери. Ребят, я знаю, меня смотрят отовсюду. Прав я или я ошибаюсь и живу в каком-то одному мне идеализированном мире, где дагестанцы это самые настоящие мужики. И вот, Курбан, слушай, когда люди говорят все повально, понимаешь, здесь нет того, что нет дыма без огня. Когда все абсолютно говорят, ты сидишь у нее на шее. Ну, здесь, наверное, 99%, что так оно и есть. Правильно? И когда они говорят все, что это Альфонс при живой жене, это не потому, что все хотят жить как ты. А потому, что ни у кого не укладывается в голове, как дагестанец может себя так вести по жизни. Это вот так, как я вижу ситуацию. Возможно, я, конечно, ошибаюсь, но, скорее всего, я ничего не ошибаюсь. Вытащила она из него информацию, что у него есть свои бизнесы. Понимаете, дорогие мои сплетники, когда у тебя есть строительный бизнес, я знаю людей, которые в строительном бизнесе. Люди не знают, какое сегодня время дня или ночи, потому что люди постоянно в работе. Строительный бизнес, особенно если это большая компания, которая строит, как он утверждает, многоквартирные дома, это жуткая ответственность. Люди сидеют и теряют последние волосы, потому что это очень тяжелый и ответственный труд. Человек говорит, я могу по две недели лежать на диване, а что? У меня есть вот лаптоп и там есть какие-то веб-камеры, поставленные в каких-то там мифических офисах. Я просто сижу на своей заднице и наблюдаю, как люди работают. Это там папа всем заведует. Короче, знаете, мужик заврался. Назовать надо вещи своими именами. Мужик просто заврался. Вот в наше время, уникальное время, ты ничего ни от кого не скроешь. Ты можешь как-то, возможно, на какой-то период времени скрыть свою любовницу. Ты можешь скрыть какой-то свой маленький грязненький секретик до какого-то времени. Но ты никогда не сможешь скрыть свою личную огромную строительную компанию. И когда человек, вот там какой-то, там у нас бар, уже там 92 миллиона отбились, у нас все вернули инвесторам. Тут же добавляют, я там в соучредителях. Так подожди, ты там в соучредителях, где ты там просто медийное лицо, которое представляет эту компанию? Как Оля Бузова со своим Бузфуд, который сто раз прогорел. Или ты действительно хозяин? А нет, ты не хозяин, потому что ты уже сказал, что ты соучредитель. То есть сколько тебе там, 3% за медийное присутствие, являясь лицом этой точки общепита, тебе выплачивают какие-то проценты. Второе. Я сижу на венчурных инвестициях. Ты знаешь, что такое? Недоинтервьюер махает головой. Знает она там много. Я вам расскажу интересную, занимательную историю из моей жизни. Был у меня дружок. Давно-давно мы не общаемся, он из Эстонии. Вводила грузовика. И вот тогда, когда он не возил пустые ящики из-под тары, он сидел в интернете и вкладывался в венчурные инвестиции, игра на Форекс, еще какая-то чушь. Знаете, по какой причине мы перестали общаться? Потому что каждый раз, когда мы выходили попить пивка, 40 минут, что мы сидели с ним, сосали эти два стакана, он мне пудрил мозги процентными ставками. Надо вложить сюда, надо посмотреть сюда. В сухом остатке продолжал надувать щеки, как он финансовый аналитик и замечательный инвестор. А по факту продолжал возить пустые ящики из-под тары. И когда Амар Курбанов, этот живой хорячий кринж, сидит и говорит, ты понимаешь, вот в венчурных инвестициях это, конечно, тебе не казино, там хоть что-то можно просчитать. Говорит человек, который по две недели, по его словам, может сидеть дома и не выходить на улицу, потому что у него есть лаптопик на коленках. Позор! И когда он говорил, там какие-то хейтеры меня пытались зацепить, и там сто сабель с Дагестана, какие сто сабель, мужик, ты позоришь весь свой народ. Ты понимаешь, ты позор, ты ходячий позор. Это вот мое ощущение, вот ощущение о человеке. Я не знаю, может быть он говорит еще чистую правду, но когда он открывает рот, стыдно становится мне. Когда сидит мужик с Дагестана, он же постоянно об этом говорит, я мужик с Дагестана, я там сто сабель. Она говорит, вот в твоем инстаграме, блогер, у тебя очень много фотошопа. Я, я что, что ли, сам себя фотошопить? Это делают мои редактора, но я делал пластические операции. Вот в глазах социума ты понимаешь, где есть настоящие классы, которые сидят, и для них это аргумент. Я что, что ли, сам себя? Нет, это мои редактора делают. Господи, боже мой, ну что не так с этим человеком? Да нет, даже не то, что, что не так с этим человеком? Над таким нельзя смеяться, потому что здесь вот парень живет в своих собственных фантазиях. Он, где он огромный бизнесмен, где у него все по клику мышки, все решается, все абсолютно. У него все в кармане. Он король мира, стыд духа. Когда я пытаюсь проанализировать эту пару, Ксения Бородина, Курбан, вот эта вот связка. Наверное, ей нравятся мужики, которых можно унижать. У меня ощущение, когда я смотрю на Ксению Бородину, проскальзывают такие вот хорошие нотки доминатри. Человек, который доминирует в отношениях, которого заводит доминировать, который доминирует везде. Мы видим ее манеру общения с людьми в доме 2. Жестко, бескомпромиссно. Вот в ней есть вот этот вот стержень. Я так понимаю, это не потому, что вот она сильная женщина, а у нее, скорее всего, граничит с доминатрикс. И здесь нет ничего в этом плохого. Скорее всего, ей такой мужик очень подходит. Но в таком случае, если ты такого толка мужик, когда ты, ну, в глазах, я не знаю, кого ты являешься мужиком, ну, хотя бы не давая такие интервью, где абсолютно каждое слово можно будет использовать против тебя. И там он бросил, о, хейтеры, такие хейтеры, но я не 100 долларов, чтобы всем нравиться. А у меня вопрос к тебе, Курбан. А есть ли вообще хоть кто-то, кроме твоей жены, детей и мамы, кому ты действительно нравишься? Не 100 долларов, чтобы нравиться всем. Ты вообще хоть кому-то нравишься? Вот вопрос такой вот в пространство. Очень мне интересно. Ребята, кто смотрел это позорище, этот кринж, этот позор? Понимаете, нельзя таким людям и нельзя таких людей отпускать давать интервью. Что думала Ксения? Я не знаю, что, каким образом убедила ее Алена, чтобы она отпустила его дать это интервью. Но такое делать нельзя. Ты теряешь лицо мужское. Вот если бы он молчал, достаточно мужественное лицо, выливая челюсть, прямой взгляд. Понимаете, когда он молчит в Инстаграме, отфотошопленный своими редакторами, он больше мужик, чем когда он пытается донести свою жизненную философию. Позор, позорище, стыдуха. Вот стыдуха в квадрате. Ребята, кто смотрел эту стыдуху? Вот ваши ощущения. Вы знаете, ничего нового. Но я надеялся, может быть, человек действительно расставит все точки над... И кринж. Ух, какой стыд. Какой же это был стыд. Редко такое встречаю. Но это было уникальное интервью. Это просто уникальное интервью. Давайте пообщаемся, мне будет интересно послушать ваше мнение. 45-летняя Яна Рудковская и 37-летний ее муж Евгений Плющенко стали родителями второй раз. Родила она с помощью суррогатного материнства. Это все было, в принципе, предсказуемо. Давно они старались, еще во времена Яны Супер. Она пыталась сама через гормональную терапию зачать ребенка. У нее ничего это не... Ну, в возрасте, надо назвать вещи своими именами. 45 лет это серьезный возраст. И вот, наконец, прибавление в семействе. Это второй ребенок у Яны от Евгения. И четвертый в принципе. Все было очень, повторюсь, предсказуемо. Постоянно ходили вот эти вот слухи, сплетни. Настолько они были неинтересны. Рождение ребенка Яны Рудковской. Меня удивило другое. Когда ты позиционируешь себя как инфлюенсера, ты блогер, ты человек, который можешь воздействовать на людские массы с помощью своего инстаграма. Это немножко из серии, когда звезды 90, которых ненавидят абсолютно все. Это все эти звезды, которые сидят у кремлевской кормушки. Вот эти голубые огоньки, вот это вот позорище ходячее. Наташа Королева, Валерия, вот этот вот Сабантуй. Когда они жалуются, что что-то в жизни у них идет не так, люди не сочувствуют им. Людям все равно на них. Вот они звезды, на которых всем плевать. И как только у них что-то идет не так, люди с огромным удовольствием смотрят на это все, потому что интересно смотреть, как вблизи валяется, например, Наташа Королева. Это очень забавно. Это говорит не о том, что люди жестокие, а о том, что Наташа Королева все эти годы целенаправленно настраивала свою же аудиторию, своих фанатов против себя. Когда женщина беременна, когда женщина только что родила, это всегда вызывает уважение, это всегда вызывает заботу. Ты не хочешь сказать ничего плохого про молодую маму, если вы зайдете на инстаграм Яны Рудковской и почитаете, что там пишут. Конечно, отчитались все от Галкиной Валерии до этой самой Королевой. Яночка, класс, еще одно дитё. Обычные же люди пишут, чернуху, никто не радуется, никто не радуется, ребят. Один сарказм, одна неприкрытая ненависть заставляет меня задуматься. Вот в этом видео, по этой ссылке можете пройти и посмотреть, мы обсуждали, я отдавала интервью. Она тогда расставила очень много точек над И, и очень многое стало ясно, почему она вызывает такое отторжение, эта женщина. Но вот сейчас, когда у неё прибавление, маленький ребёночек, Арсений, читаешь комментарии, ты понимаешь, она настолько ненавидима в России, люди настолько терпеть её не могут, что такие светлые, счастливые моменты, вместо пожелания здоровья и процветания, и, я не знаю, хорошей жизни ребёнку, одна ненависть. Видите, как надо тяжело, скурпулёзно работать над разрушением собственной репутации. Я, наверное, начинаю ошибаться, когда говорю, что в России нет института репутации. Я ошибаюсь, потому что русский мужик, хорошее есть выражение, долго запрягает, но быстро едет, вроде так. Можете, я ошибаюсь. Я люблю делать импровизацию на русские поговорки. Люди в России терпеливые, добросердечные, они жалостливые, они все прощающие. Но на какой-то момент ты настолько сидишь вот здесь, что даже когда у тебя ребёночек появляется, всё, что людям хочется, это кинуть тебе в спину кусок негатива, потому что заслужила. Я не пытаюсь радоваться этому. Я просто говорю, цыплят считают по осени. Ян, я поздравляю тебя с долгожданным ребёнком. Я искренне желаю, чтобы у твоего сына, у обоих сыновей, у всех четверых в жизни было замечательно. Я уверен, так оно и будет. Но по факту люди тебя просто ненавидят. Работа сделана на пятёрочку. Если ты этого добивалась, своими нерепыми вайнами, своими интервью, своим презрением к обществу, детка, золотая звёздочка, садись в пять, ты умничка. Ты закончила этот университет с красным дипломом. Вообще-то, конечно, феномен, ребят. Ваши ощущения, вот ваши ощущения внутренние, когда вы слышите, что у Яны Рудковской прибавление в семействе, ужас, ужас. Как же так можно портить о себе мнение, рушить свою репутацию? Вот он, институт репутации, дорогие мои. Вот он, когда уже всё, терпение кончается и задолбала ты своими новостями о своей никому не интересной жизни. Нет, люди смотрят, но совсем по другим причинам, чем ты, Яна, думаешь. Давайте пообсуждаем, дорогие мои. Мне очень интересно ваше мнение. Во время эскалации конфликтов всегда, во все времена, были звезды, которые ездили по горячим точкам. Это было всегда. И поднимали дух бойцов песнями, встречами с собой. Та же Любовь Орлова, Иосиф Кобзон. И параллельно с этим есть несколько таких вот городских дурочек. Мы говорим здесь про Юлию Чечерину, мы говорим здесь про ночные снайперы, я сейчас не помню её фамилию. Я не знаю, на какой момент у этих людей что-то происходит в жизни, что она из замечательной рок-певицы, блин, Тулулу, я до сих пор помню эту Тулулу, ребят. Это была бомба. Где та подающая такие надежды рок-звезда? Сейчас эта невменяемая тётя ездит по горячим точкам, даёт, я не знаю, какие концерты, вот этот вот ура-патриотизм. Таких патриотов есть в каждой стране, которые не видят белого света, которые живут вот этим вот нездоровым патриотизмом. Вы знаете, всё хорошо в меру, но когда у тебя едет публично крыша, и ты это даже не особо скрываешь, ты смотришь вот на этого человека и думаешь, что, чёрт возьми, пошло с тобой не так. И когда это случилось, Чечерина поехала в Нагорный Карабах, там она попала под обстрел, но она выжила. Сразу она вышла в прямой эфир и косноязычно объявила, ребятушки, не волнуйтесь, со мной всё хорошо, я поехал давать концерты. Меня пугают женщины такого толка, что это ночная снайперша, что Чечерина, что этот Иван Ахлобыстин меня пугает, когда у актёров или певцов на какой-то момент публично сносит крышу, и они ударяются или в политику, или в патриотизм, или в религию. И смотришь на Чечерину, вы знаете, новость ни о чём, конечно, но это очередное напоминание о себе. У меня вот такая вот городская дурочка. Что вы думаете про Чечерину и её вояж по горячим точкам? Ваше отношение к таким вот перевёртышам, которые изначально, вот такой был интересный старт, а потом всё полетело в тар-тарары. Ахлобыстин, поп, а сейчас опять золото Геленджика. Куда? Вот как? Знаете, бабушка моя царство небесное говорила, черти раздирают, мечутся, страшные люди. Давайте пообсуждаем в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Вот в этом видео говорили, по этой ссылке можете пройти и посмотреть, что Кристина Асмус вроде как закрутила роман с 69-летним режиссёром Алексеем Учителем. Он снял её сейчас в своём последнем фильме «Китобой». В таких случаях нет дыма без огня, люди говорят, и говорят практически открыто, и ты смотришь на эту пару. Нет, ребят, я могу принять этот факт, что 70-летний режиссёр может привлечь актрису, которая на 40 лет ему моложе, своей харизмой, своей мудростью, своему жизненному опыту. В эту же кучу малу 72-летний Михаил Шапутинский только что женился на танцовщице, которая младше его на 30 лет. Ты даже, наверное, и Петросян со своей молодой, тонкой, звонкой. Ребят, когда ты смотришь на Асмус, я не знаю, для меня это, конечно, феномен. Когда ты от Гаррика Харламова, я понимаю, Гарик Харламов может вызывать очень много противоречивых чувств. Хотя бы молодой парень. Я до сих пор в ступоре. Я не ханжа, совсем не ханжа. Когда 70-летние мужики крутят романы, официально женятся на девчонку, которая на 40 лет их моложе. То есть ему 40 было, а она только-только родилась. Я искренне надеюсь, что Асмус станет его музой. Я искренне надеюсь, что он делает все в своих силах, чтобы исправить ее положение. Я считаю, положение, как актриса, пошатнувшаяся. Я надеюсь, учитель сможет ее задействовать в своих проектах, и она вырастет, как актриса. Может быть, это будет замечательный тандем, когда мудрый режиссер и молодая, не скажу, что начинающая, но актриса, которая немножко запуталась, когда еще вот в том видео говорили об этом, были слухи, что роман, но я до последнего не верил. Ребят, ну я не могу понять, вот здравым умом 70 лет и на 40 лет моложе. 40 лет моложе. Не знаю, не знаю. Сплошной конфуз от таких новостей. Ха-ха-ха. Все вы знаете, на этом канале мы не проходим мимо приютов, фондов, просто людей, которые помогают бездомным животным. Есть замечательный инстаграм, обязательно оставлю ссылку на него в описании. Но он курирует больше сидите собак и кошек. Постоянно требуются деньги на еду. Я оставлю ссылку на инстаграм. Переходите, передавайте привет от сплетников. Если вы считаете нужным помочь, пожалуйста, помогите. копеечкой, но помогите, потому что я верю, вот по копеечке собираются большие суммы, чтобы животные не голодали. Огромное спасибо всем сплетникам, что поддержите нашу замечательную инициативу помощи приютам для бездомных животных. Спасибо огромное всем, что доказываете всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное всем за подписку, за поддержку канала подпиской. Огромное спасибо всем за комментарии, за пальцы вверх. Огромное спасибо абсолютно всем, кто является спонсором канала. Дорогие мои, с вашей помощью жизнь становится действительно легче. Спасибо еще раз всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok